Это Электроника и я приветствую вас на моем канале и представляю гайд по дробовику из Call of Duty Advanced Warfire, Бульдог. Это второй подряд появления Бульдога и он все так же стреляет в полуавтоматическом режиме и графически практически не изменился после ГОСТ. Бульдог является продолжением австралийской модификации подствольного дробовика, которая кстати есть среди списка модулей в этой же ГОСТ. То есть изначально это был девайс для автоматов типа М4 и М16, которые затем использовали для создания отдельного оружия. Характерной особенностью является то, что заряжаются со ствола и к прикладу крепятся трубки с патронами, что сокращает время перезарядки. На этот раз в плате дробовиков только один дробовик стреляет в полуавтоматическом режиме, соответственно являясь прослойкой между скорострельным С12 и мощным, но медленным ТАК-19. То есть если последний для вас будет сильно сложен в обращении из-за фомбового механизма, требующего перезарядки после каждого выстрела, дойдя до 36 уровня вам стоит попробовать бульдог. Но это не означает, что с ним в ваших контент значительно повысится. Нет, у него присутствует все тот же высокий разброс и уменьшенную гоность, хотя не так сильный как у С12. В общем, хоть у бульдога магазин на 6 патронов, но с ним хотя бы не так страшен первый промок. И я все же больше его ставлю в альтернативу С12, чем ТАК-19, так как их объединяет хорошая скорострельность. А что их всех объединяет, это похожие тактики и пригодность для одинаковых карт. Поэтому дальше я помимо обзора ТТХ буду еще и сравнивать наш бульдог с его соседевым по классу дробовиков. Стандартный магазин на 6 патронов. С модулем увеличенный магазин их станет 9. Выстреливаются они со скорострельностью 461 выстрел в минуту, но на деле сколько сможете накладся. Если хотите немного увеличить скорострельность, могу порекомендовать вам одну уловку. Назначьте стрельбу на прокрутку вверх и вниз колесика мыши, но при условии, что у вас хорошая фирменная мышь, и дальше при стрельбе крутите колесика туда-сюда, и вам будут не нужны макросы, из-за которых уже были банды. В одном патроне бульдога 8 дробинок. Вблизи до 3 и 3 четвертых метра каждый сносит по 30 хп, дальше 18 хп, и после 15 метров всего 6 хп. То есть, как видим, он хорош вблизи и может ваншотнуть, а вот на средней дистанции у него самый низкий урон из всех дробовиков. То есть, вам даже вряд ли поможет прицеливание. Маневренность с бульдогом высокая. Пробитие препятствий слабое. Перезарядка займет 2,6 секунды, причем сразу целые кассеты с патронами. Отдача у него средняя. Из плюсов у бульдога это, конечно же, фаншот вблизи, высокая маневренность и хорошая скорострельность. Из минусов – быстро заканчивающийся стандартный магазин и высокий разброс вытекающей низкой дальностью, что собственно характерно всем дробовикам. Из полезных модулей выделю 4 ключевых. Это лазерный целебказатель, улучшенная нарезка, рукоять для быстрого вскидывания и увеличенный магазин. Первым откроется лазер. С ним вы будете лучше стрелять от бедра. Затем, когда откроете остальные модули, я советую занять первых 2 слота модулями увеличенный магазин, с которым будет уже 9 патронов, и улучшенная нарезка, с которой можно будет убить с 4 дробинок вблизи до 4,5 метров. А затем, если захотите использовать третий слот, то выбирайте под свой стиль игры – лазер или рукоять для быстрого вскидывания. На мой взгляд, это наиболее рациональная комбинация. Перки для бульдога я оставил под рашерский стиль. Первый слот. Универсальный перк «Серая мышь» – лоу-профайл и «Легковес» – лайтвейт. «Серая мышь» скроет вас от легкодоступного беспилотника, и до первого выстрела вас не найдут по миникарте или с дрона. А с «Легковесом» вы будете быстрее сближаться с противником, где ваша дробь будет кучнее, и сможете нанести больше урона. Второй слот. «Кураж», «Гэнгхоу» и «Невидимка» – «Блайнд Ай». «Кураж» идеально подойдет под атаку, давая стрелять при скольжении и перезаряжаться на бегу. А «Невидимка» не будет подпечивать вас для вражеских наград за серию, выбирает вас в хитбокс. Третий слот. Тут единственным подходящим перком будет падальчик, скавинджер. Он будет пополнять ваш быстрозаканчивающийся боезапас. Подводя итоги и давая оценку «Бульдогу», можно смело и честно сказать, что он достойно занимает свое место в арсенале «Двайнс Творфайр», являясь полезной простойкой между тяжелым в управлении ТАК-19 и быстрым, но слабым С-12. Хотя, как по мне, «Бульдог» все же ближе к С-12, ведь накладцевая, можно добиться неплохой скорострельности и быть на высоте в ближних перестрелках, не давая шансов противникам с ПП и автоматами. На этом конец гайда. Я надеюсь, он был полезен. Если да, ставьте лайки, подписывайтесь, рекомендуйте канал друзьям и ждите новых гайдов. На этом все. Пока и до новых встреч.